Это Canon 500D, а это видео я снимаю на фотоаппарат Canon R7. Одна камера 2010 года выпуска, другая на 12 лет моложе. Одна уже ушла на заслуженную пенсию, а другая активно работает. Но какая камера лучше? Ну, конечно же, которая новая и дорогая. Хм, или нет? Так какую камеру выбрать новичку? И стоит ли гнаться за новинками? Давайте разбираться. Чтобы не растягивать это видео, скажу сразу. Никому не интересно, на какую камеру вы снимаете. Вы можете снять полную дичь на камеру за миллион рублей, а можете снять шедевр на камеру за 10 тысяч. Формат, бренд, цена, размер вообще не имеют значения. Важен только полученный результат. Вы можете купить любую рабочую камеру и снимать шедевры. И помните, лучшая камера та, которая у тебя в руках. Все вышесказанное – абсолютная правда, но всегда есть нюансы. Основываясь на своем опыте, я дам вам несколько советов, как ворваться в мир фотографий. Для начала вам нужно определиться, для чего вам фотоаппарат. Если просто фотографировать семью, то может вам достаточно и мобильного телефона. Они легкие, компактные, всегда с собой и снимают очень неплохо. Особенно флагманские модели. Но если вы хотите уже что-то больше, и мобильного телефона вам мало, то стоит присмотреться к чему-то посерьезнее. Определившись, что вам нужен фотоаппарат, не стоит гнаться за флагманскими моделями. Стоят они немалых денег, но кто знает, как надолго вы в мире фотографий. Также не стоит обращать внимание на бренд, разрешение матрицы и новизну. Конечно, вы можете пересмотреть тысячу обзоров в интернете и понять, какая камера идеально подходит вам. Но я считаю, что лучший наш учитель – это практика. Поэтому я рекомендую вам присмотреться к недорогой камере в магазине, либо на вторичном рынке. Но здесь очень досконально проверяйте камеру на работоспособность в целом. Единственный технический момент, на который я бы обратил внимание – это съемка видео разрешением не ниже 1080p. Обычно с покупкой новой камеры в комплекте идет так называемый кит-объектив. Это недорогое и простое стекло, снимая на которое, все очень быстро приходят к выводу, что нужно что-то получше. И здесь я бы рекомендовал вам не скупиться. Обычно все покупают 50 мм с диафрагмой 1.8, но я бы посоветовал к приобретению хороший зум, например, 17-50 с диафрагмой 2.8. Это хороший светосильный зум-объектив, с которым вы поймете, что вам нужно именно по фокусному расстоянию. И помните, что покупка хорошего объектива – это всегда инвестиция в будущее. Функционал камеры может очень быстро устареть, а функционал объектива устареет не скоро. Подтверждение тому – объективы Helios. Это советские объективы, которые до сих пор пользуются спросом. Вот здесь он стоит. Я на него до сих пор снимаю. Какие-нибудь творческие съемки, он очень прекрасный. Это тот минимум, с которым вы будете делать хорошие снимки и сможете понять, нравится ли вам фотография в целом. Ну а как делать хорошие фотографии и какие аксессуары вам могут понадобиться, об этом поговорим в следующем видео. Всем спасибо за просмотр. Буду признателен, если в комментариях поделитесь о своей первой камере и как вы ее купили. Всем пока.